Назальная вакцина Нижневартовские жители учат проводить сердечно-легочную реанимацию и останавливать кровотечение. С октября мастер-классы по оказанию первой помощи проводят дважды в неделю. Организаторы – региональное отделение Красного Креста совместно с местным отделением волонтеров-медиков. Занятия делятся на тематические блоки, в конце каждого – обязательная практика, на которой ученики отрабатывают алгоритм действий при той или иной ситуации, будь то остановка сердца, различные виды кровотечений, ожоги. Изначально мастер-классы задумывались как обучение для мобилизованных. Однако сюда приходят школьники, студенты и работающие горожане. Кто-то освежает старые знания, кто-то узнает что-то новое. Вы знаете, даже если не ситуация в стране, а вообще критическая ситуация, может быть в любой момент в каждой семье. Каждый человек должен уметь оказать помощь своему ближнему, но не только ближнему, а вообще просто жителю города, жителю поселка, просто жителю нашей земли. Ученики православной гимназии Хантамансийска написали письма военнослужащим. Дети желают им скорее вернуться домой живыми и невредимыми. Послания вместе с посылками отправили тем, кто сейчас участвует в специальной военной операции. Вместе с родителями школьники собрали продукты питания, одежду, средства личной гигиены, медикаменты. Все это принесли в штаб гуманитарного корпуса ЮГРИ. Среди посылок есть и те, что собраны, как говорится, всем миром. И личные, с рисунками, конфетами и носками, которые связали мамы. Кстати, ученики 4-5 классов подключились к акции уже во второй раз. Останавливаться не собираются. Надеются, что скоро к ним присоединятся новые волонтеры. Я отправила еду там и написала письмо. В письме говорилось о том, что я их очень жду, что буду рада, что они все придут, что мы их ждем, мы молимся за них. Школу, сады они приносят очень большое количество. У нас есть индивидуальная посылка солдату, то есть на одного солдата. То есть весь груз, который нам приносят в службу помощи, мы ее описываем, мы ее раскладываем и собираем в отдельно в коробке, что кому. Индивидуальные посылки на одного жителя, они оправляются на территорию ДНР, ЛНР. Югра-экология присоединилась к всероссийскому бум-батлу. Экоцентр Югра собирает Хантамансийский и появился на официальной карте пунктов приема этой акции. С сегодняшнего дня жители региона могут сдать муклатуру и получить именной сертификат. Для школьников, например, это возможность пополнить свою портфолио. Заявиться можно как индивидуально, так и компаниями. Подтвердить участие можно, отсканировав QR-код с плаката, который размещен в экоцентре. Акция продлится до 15 ноября. После подсчета результатов самые активные жители получат памятные призы от регионального оператора Югра-экология. Кроме того, среди коллективов образовательных учреждений и компаний выберут топ-3 самых результативных коллективных зачета по стране. Югра уверенно обыграла молот на выезде. Подопечные Эдуарда Зынковца с первых минут обрушили шквал атак на ворота соперника. Это принесло свои плоды. Уже к седьмой минуте югорчане забросили три шайбы в ворота молота. Во втором периоде Югра продолжила наседать на ворота соперника, но желанного результата это не принесло. По заключительному игровому отрезку хозяева льда встрепенулись и за две минуты отыграли две шайбы. Это стало возможным благодаря удалениям в составе Югры. За оставшееся время подопечные Эдуарда Зынковца смогли не только удержать лидерство, но и увеличить отрыв в счете. Артем Железков забросил шайбу и поставил точку в матче 4-2. Сейчас югорчане с 22 очками находятся на первом месте в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги.